Продолжение следует... ...которые защищают вашего ребенка от жары. При необходимости этот козырек можно снять. Также у кресла есть ручка для переноса, которую можно отрегулировать при помощи кнопок на боковой части ручки. Нажмите на эти кнопки и опустите ручку вниз. У кресла также есть трехточечный ремень безопасности. Для того, чтобы открыть ремни, нужно нажать на красную кнопку посередине. И ремни легко разойдутся по сторонам. Для того, чтобы ослабить ремни, нужно нажать на кнопку под сидением. И потянуть ремни на себя. Также у кресла есть регулируемый подголовник, который можно отрегулировать, нажав на кнопку внутри этого подголовника. Нажмите на кнопку и поднимите подголовник наверх. Таким образом, подголовник фиксируется по мере роста ребенка. После того, как вы усадили ребенка, верните ремни в прежнее положение. Соедините защелки. И защелкните их. Для того, чтобы отрегулировать длину верхних ремней, вы можете использовать ремень снизу. Теперь перейдем к установке кресла. Кресло устанавливается в автомобиль против хода движения. При этом обратите внимание, чтобы ручка находилась в вертикальном положении. Сначала вам нужно взять штатный ремень безопасности и провести нижнюю его часть через синие держатели, которые находятся по боковым сторонам кресла. А затем закрыть ремень в замок. Верхнюю часть ремня нужно провести через зажим, который находится на задней части кресла. Откройте защелку. Проведите ремень через зажим. И защелкните защелку. Также кресло можно установить при помощи базы Concorde Airfix. Использовать как качалку. И установить на шасси колясок Concorde. Продолжение следует...